С 1 ноября извещение по ОДТП можно теперь составлять в электронном виде. Эта процедура стала доступна по всей России. Если ранее были открыты центральные регионы страны, то сейчас это могут делать абсолютно все жители с помощью специального мобильного приложения помощника САГО. Если раньше у владельцев и участников ДТП были разногласия в повреждениях или обстоятельствах ДТП, это было исключением. С помощью электронного извещения ДТП это исключением уже не является. И второй момент. Один из участников может быть юридическое лицо. То есть это точно также не является исключением для заполнения электронного европротокола. Электронное извещение о ДТП заполняется в случае. Первый случай, если не причинен вред жизни и здоровью кому-то из водителей, пешеходов, пассажиров. Это первое. Второе. Если причинен вред только транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия. Третье. ДТП произошло в результате столкновения транспортных средств. Четвертое. Наличие у всех участников ДТП застрахованной гражданской ответственности автомобилей. Пятое. Это наличие хотя бы у одного из участников ДТП электронного извещения о ДТП, то есть специального мобильного приложения помощника САГО. И шестой момент. У участников ДТП должны быть подтвержденные учетные записи в едином государственном портале. То есть если соблюдены все эти правила, то можно заполнять электронные извещения о ДТП. Сумма не отличается, если ДТП оформлено на бумажном носителе и в электронном виде. Если фотографии предоставлены в АИС ОСАГО с места происшествия и поврежденного транспортного средства, и извещение о ДТП заполнено, получается, у нас в электронном виде, сумма возмещения максимум 400 тысяч рублей. Если нет фотоизображений, соответственно, сумма составляет максимально 100 тысяч рублей. Субтитры создавал DTП.